Вечера в Политехническом Вечера в Политехническом Вечера в Политехническом Я понимаю, что мир обязательно кончится тем, что мы будем едины. Единый мир, единая земля будет у нас. И мы все будем просто землянами. У нас сегодня, как вы видите, все началось совершенно не так, как обычно. Поскольку маэстро сам привык руководить процессом, он, собственно, не оставляет этой привычки и сегодня. Добрый вечер. Я хочу вначале попросить вас передать вашей глубоко обожаемой супруге огромную благодарность от нас, потому что она в очередной раз сдержала слово, обещала вас предоставить нашему вниманию и выполнила свое обещание. Если позволить, я все-таки начну с раннего детства, с того, что вы музыкант, наследственный и потомственный музыкант, и что ваш папа знаменитый вилончелист и лучший вилончелист Европы даже, насколько я знаю эту историю, и все началось в Оренбурге, где в эвакуации вы начали заниматься впервые этим инструментом. Так ли это? Раньше. Можно ответить? Да. Здравствуйте, мои дорогие. Вы знаете, вот только что говорил я о моих родителях, о моем отце. Моя мать у меня была тоже пианистка. Они поженились в городе Оренбурге, потому что отец приехал туда с концертами, а мать, будучи очень красивой, вот так мне не повезло, я не в нее пошел. Вот. Значит, она ему аккомпанировала в Оренбурге концерт. Но вот они влюбились друг в друга, и таким образом я появился через некоторое время. Я появился в городе Баку. Мои родители приехали из Саратова, где они тоже преподавали в консерватории. И в Саратове родилась у них дочка, первый ребенок. Она старше меня на два года, Вероника. Вот. И они, значит, Вероника еще была совсем маленькой. Ей исполнилось, может, один год, или, может быть, два. И они переехали в Баку, в Бакинскую консерваторию. Вот. И, значит, там была такая неожиданность была. Потому что, насколько мне мама рассказывала, она поняла, что я существую тогда, когда я зашевелился. Вот. Понимаете? И она очень перепугалась, и отец перепугался, потому что у них на руках маленький ребенок был. Но вот мама пришла к убеждению, что надо от меня избавляться. Видите, какие вещи я переживал в таком юном возрасте. Потом эта же мысль пришла к советскому правительству, да? Да, да. Но это надо в более зрелом возрасте находиться. Обе операции прошли неуспешно. Слава Богу. Вот. Ну, вот, значит, через некоторое время, несмотря на борьбу со мной, еще в утробе моей мамы, я все-таки родился. Но родился через 10 месяцев вместо 9. Так мне мама отчиталась в этом. Конечно, я ее ставил небольшие семейные сцены маме. И говорил, что у тебя был целый месяц экстра, все равно не могла мне получше физиономию сделать за это время. А мать мне всегда отвечала, я была занята твоими руками. Но, правда, руки мне послужили хорошо и служат еще. Вот так вот я и родился, так появился на свете. Но при этом ваша сестра стала заниматься на скрипке. Правильно. А вы на галанчели. Да, вот я еще, но я в Баку не занимался, потому что в Баку, понимаете, когда отец и мать репетировали, там, у нас рояль был в квартире, я слушал эту музыку. И уже когда мне было 4 года, я подходил к роялю и подбирал ту музыку, которую я слышал на рояле, так сказать. Подбирал. Но это произвело впечатление на моего отца и на мою мать. Отец даже записал мое первое произведение «Польку», которое примерно в этом возрасте я сочинял. Но потом, когда мне исполнилось 6 лет или 7 лет, родителям показалось, что мне нужно начинать серьезно обучать музыке. И они решили покинуть Баку и переехать в Москву для той цели, чтобы начать серьезное музыкальное образование. Сначала я учился в музыкальной школе Свердловского района города Москвы. Потом у меня была та дедя в жизни, уже тогда, в то время. Потому что я, как такое, вокруг стола бегал, потому что мама приготовила мое любимое блюдо, винегрет, и сказала, не смей есть, и поставила на стол. Я, значит, ритуальный танец сделал, потом вскатил на табуретку. Это у меня было, я уже играл довольно привычный на виланчеле, мне было 11 лет. Туалетка упала вперед меня, я упал на руку, на правую руку упал. И когда я вынул правую руку, у меня вот так две кости было сломано. И, вы знаете, вот это, как говорится, нет худа без добра. Потому что я настолько переживал, что я уже больше не буду играть на виланчеле. Через месяц, когда вынули из гипса эту правую руку, значит, вот это называется движение пронации, а это супинации. Вот пронации, у меня рука, неправильно срослись кости, и у меня рука вот в эту сторону не гнулась, не вращалась вот в правую сторону. И, вы знаете, я очень переживал, потому что я думал, что навсегда виланчет меня узла. Я очень страдал и, представляете, держал в горячей ванне руку. Предлагали еще раз разрезать кости, сложить, но на это родители не пошли. И вот каждый раз после горячей ванны, там на сантиметры я мог руку повернуть в эту сторону. А, как вы понимаете, смечок должен лежать на струне, поэтому рука должна быть повернута достаточно сильно в эту сторону. Вот. И потом, через примерно полгода, когда все-таки смечок коснулся струны, какое это было для меня счастье. И тогда я начал действительно хорошо заниматься. И вот первый экзамен на музыкальной школе, который я сыграл, мне отец потом пришел в восторге. Он был моим учителем в этой школе и сказал, что... Вот, маме рассказывала, я слышал. Он сказал, что там учителем тоже по сливке был отец очень известного нашего скрипача Игоря Безродного. Его отец был тоже преподавателем этой музыкальной школы. И когда я сыграл на экзамене, отец сказал, я, значит, Безродный, сказал, теперь всем нашим ребятам нужно переломать правые руки. Вот. Вот так началась моя жизнь. А вот ваша сестра утверждает, что поскольку она не любила заниматься скрипкой, а вы любили заниматься на виланчеле, то она буквально за несколько конфет приглашала вас к себе в комнату, вы ставили ее скрипку как виланчель и играли на ней. А родители думали, что она занимается на скрипке. Было, было, было. То есть первый гонорар вы получили еще практически... Да, вы знаете, правда, я вам должен сказать, что я все-таки заниматься не люблю. И я вам скажу вот такую историю. Когда мы уже приехали в Москву, вот уже я занимался у отца в центральной... в Свердловской школе, Свердловского района города Москвы, значит, мы жили на втором этаже дома на улице Немировича Данченко. И когда мои родители собирались куда-нибудь уходить, я видел, что они уже как-то собираются, я брал виланчель и, значит, начинал как бы играть. Мои родители исчезали с поля зрения. Затем я мог терпеливо стоять у окна до трех часов и смотреть в окно, когда они возвращаются. И когда они возвращались, я брал виланчель в руки, хватал скорее и тут сказать, что проявлял хорошие актерские данные. Потому что когда они входили, я делал такое изможденное лицо, что мама бросалась меня целовать, тоже давала мне конфеты, говорит, сынок, отдохни, какой ты молодец. Так что это тоже имело место. Ну, в общем, вам было нетрудно изобразить изможденное лицо, если стоять весь вечер у окна. Да, это помогало, конечно. Но при этом это вам не помешало со второго курса сразу оказаться на пятом курсе консерватории. Это уже было позже. С фауреатом конкурса. Да, это уже позже немножко было. Видите, меня человеком сделал город Оренбург по-настоящему. В 1942 году умер мой отец. И мне тогда было, значит, вот 14-15 лет начиналось. И он преподавал в музыкальном училище города Оренбурга. Но поскольку в 14 лет я был, ну, я бы сказал так, лучшим велончелистом Оренбурга уже в 14 лет. Значит, я заменил отца в качестве преподавателя музыкального училища. В 14 лет. Уже сейчас, когда я бываю там, в моем родном городе, в Оренбурге, мне дали выписку из приказа директора музыкального училища, где было написано, значит, в приказе, он есть у меня дома, в архиве. Там было написано, в связи со смертью заслуженного артиста-эсофицера профессора Остроповича его будет заменять Славик Остропович на почасовой оплате. Славик. И, значит, я там, в районе мои ученики были намного старше меня. Но там был эвакуирован из Ленинграда Малигот, Малый оперный театр. Это был, конечно, центр музыки за все это время эвакуации в Оренбурге. А певцы, которые, значит, выступали там в концертах, они меня приглашали, чтобы я между певцами играл несколько пьес на велончели с фортепиано. Чтобы не был один певец с другими, поет, скажем, сопрано, потом я играю несколько пьес, две пьески, потом поет другой певец, потом я опять играю две другие пьески и так далее. Получал я за эти концерты даже деньги. Я получал 80 рублей за концерт. В то время на базаре чего масло стоило 800 рублей. Так что по 100 грамм я получал за свое выступление. Сейчас там есть такой институт культуры в Оренбурге, который носит имя моего отца и мое. Когда я встретился с студентами этого института культуры, я им сказал, вот рассказал эту историю, но потом я все-таки отметил, что соотношение моего гонорара за концерт и 100 грамм масла с маслом, вот сейчас в моей жизни значительно изменилось, соотношение этих гонораров за масло и за концерт. Вот, понимаете? Это просто масло подешевело с тех пор. Ну да, конечно, так и было. Вот, понимаете? Ну вы тогда, насколько я помню, еще коптилочками приторговывали. Точно, точно, это верно. Вы знаете, то, что не хватало денег, а брат моей крестни, Коти, он был знаменитым врачом там. И у них в сарай я увидел такой большой круг, сделанный из камня, с ручкой. Это для того, чтобы точить ножи там и так далее и тому подобное. Но ты нашел у него огромное количество там в ящике пробирок. Я вот научился вот этим камнем спиливать у пробирок донышко. На нем была такая трубка. И это из них, из маленьких таких, ну, что ли, коробочек стеклянных с железными винтовыми крышечками, я научился делать коптильник, как коптилки. Это значит делать в крышке дырка, туда керосин вливался. Потом такой воротничок я делал из жести, из консервных банок вокруг. И в этот воротничок вставлялся вот эта самая пробирка. А там был еще витилек. Довольно ярко светил, надо сказать. А керосин почти не уходил на эти дела. Так что было очень экономно. И вот моя крестная продавала на барахолке эти самые коптилки. И таким образом я подрабатывал тоже. Это ваше единственное техническое изобретение в жизни? Нет, то, на котором я зарабатывал, единственное. Просто мы находимся в политехническом институте. Здесь очень ценят смекалку. Да, да. Нет, это вот моя... Инженер. Да. Это моя, так сказать, политехническая, я бы сказал, держина. Да. Понимаете, да. Потом, когда я стал студентом в институте, тоже, конечно, стипеней не хватало. То, что мама была, сестра еще была со мной. И там я подрабатывал тем, что я делал рамки, окантовывал картины в доме архитектора. А моя сестра, значит, их развешивала, когда были соответствующие выставки. Вот. Там меня тоже совершенствия не достигало в области обрамления. Потому что у меня не было угольника. И поэтому так на глаз делал срезку такую. И иногда вот этот угол, ну, не совсем совпадал. Тогда я его бумагой, собственно говоря, туда вставлю бумагу и золотой краской замазывал. Это было замечено однажды. Для меня была угроза моего увольнения. Поэтому я стал делать рамки лучше. Но в это время меня уже хотели пригласить на то, чтобы я играл, скажем, в ресторанах, где в Москве. Студенты многие подрабатывали, на этом еще питались довольно прилично. Но я все-таки музыку как-то решил не трогать до этой цели. Я поступил в Московскую консерваторию в 16 лет, когда меня вызвали. Вы знаете, был директором консерватории Виссарион Яковлевич Шабарин, который знал моего отца. Он бывал у нас дома в Москве и слушал меня, когда я был совсем маленьким, помнил меня. И был директором консерватории, он выписал маму, меня и сестру в Москву. Потому что тогда нельзя было, еще в 43-м году, еще шла война, нельзя было приезжать открыто в Москву. И вот в 43-м году я поступил в Московскую консерваторию на два факультета. На композиторский и на оркестровый в класс Виланчели. На композиции факультета я, конечно, мечтал поступить к Шостаковичу. Но я поступил в класс в Шаблину, к ректору консерватории, замечательный композитор тоже был. Но в результате Шостаковича мой профессор Виланчели, Золуп, упросил Шостаковича, чтобы он посмотрел мой первый фортепианный концерт. Я пришел в класс номер 35, Шостакович там сидел. Показал ему партитуру моего фортепианного концерта, а он меня спросил, а он может сыграть на аллерге? Я говорю, да, могу сыграть. Вы знаете, я помню, что никогда в своей жизни я так быстро ничего не играл на аллерге, как в этот раз. Но мне было так стыдно занимать время этого дня, что я играл в таком темпе, что сам потрясен был. Вот Шостакович потом встал, как всегда. Он был такой человек, который никогда не хотел никого обижать. И мог говорить неправду, но лишь бы не обидеть. Он мне тоже сказал, что я сочту просто за счастье, если вы будете у меня заниматься по оркестровке. Потому что по композиции я был у Шабрина. Так что здесь я сразу понял характер этого гения, что он не хочет никого обижать. Но я у него и занимался, у Шостаковича. А потом, когда прошел первый курс, а я занимался на двух факультетах, обо мне знали и профессора, и студенты. Замечательно ко мне относились. Я подумал, что я могу не ходить на экзамены. Так вот дурак такой. Ну что, я не пошел на экзамены, он, конечно, меня переведут с первого курса на второй. А потом пригласил, значит, Семен Матвеевич Козалупов, мой профессор, пригласил к себе на дачу. Значит, на мою семью. Маму, сестру и меня. А моя мама была родной сестрой жены Козалупова. Она тоже из Оренбурга оказалась. Видите, такой, я бы сказал, питомник жены Виланчилистов. Вот. И, значит, вот тетя Надя встала и сказала моей матери, Софья, а ты знаешь, что у твоего Славки семь хвостов? Она так выразилась. Моя мать поняла буквально. И сказала, что ты, Надя, с ума сошла? Я что, ее не видел, у нее ни одного хвоста нет. Да нет, у нее, говорит, семь хвостов, значит, семь не сданных экзаменов. Вот. И, значит, после этого посидели, сидели. А Семен Матвеевич Козалуп, он был мастером, так, выпить. И там стоял такой большой графин с водкой, настольный на черно-смородином листе. И вот когда, значит, мать моя получила это сообщение о том, что у меня семь хвостов, значит, здесь вдруг я увидел, что у матери слезка появилась. А всякая мать, здесь много материей, конечно, знает хорошо, что ее дети гениальны. Так же, как моя мать тоже так думала. Вот. И, значит, когда я увидел ее слезу, я так под видом воды набрал себе бокал вот этой водки. И выклистывал ее, значит, в 16-17, может, мне было лет. Так что вот это было начало моей другой карьеры. До сих пор я не могу ее пить на черно-смородине, с тех пор. Вот. Травма осталась. Вот. И, значит, после этого я, конечно, осенью сдал все экзамены. Вот эти семь хвостов, как так называемых. Осенью сдал, появился на втором курсе. Ну, я уже понял, что надо все-таки... Нельзя рассчитывать на то, что тебя хорошо знают. Надо всегда довольно прилично играть. Вот. И когда на втором курсе я играл, у меня зачетная книжка имеется, здесь, в моем архиве. Значит, я играл на веланчиле, мне поставили пять с крестом и перевели со второго на пятый курс нациаторию. Я окончил нациаторию за три года. Так что мне было 18, когда я окончил нациаторию. И начали в ней преподавать, по-моему, сразу же, нет? Почти сразу, да. Почти сразу, да. Вот. Так что вот так жизнь началась. Я почему все время клоню вас в этот период, потому что ваши взаимоотношения с партией правительства в зрелом возрасте нам, в общем, хорошо известно, поскольку мало в этой стране людей, которые не знают эту историю хотя бы понаслышке. Да, да. И то, что вы в 51-м году, если я опять же память не изменяю, получили лауреатом Сталинской премии, без товарища Сталина обойтись не могло. Очевидно. Я так не говорил на эту тему, в общем-то. Но, в принципе, у вас были какие-то взаимоотношения с тогдашним руководством? Вы знаете, вот я вам должен сказать, что период учебы, период, вот тот период, когда учителя, вот я довольный, что я присутствую здесь в учебных заведениях тоже, вы знаете, когда учителя отдают тебе свое сердце, ты можешь быть благодарен, вне зависимости ни от строя, ни от системы, ни от чего другого. Потому что родители дают жизнь, а профессора дают тебе хлеб, дают тебе профессию, дают тебе жизнь. Поэтому я был счастлив своей учебой, я всегда об этом помню, с огромной благодарностью ко всему нашему замечательному народу. И вот когда я жил в тяжелое время в эвакуации, вот в Оренбурге, вы знаете, тогда у нас, конечно, замерзло отопление, там было центральное отопление, в маленьком домике одноэтажном. И лопнули трубы, и мороз был зимой, 30-35 градусов. Можете себе представить, мы втроем, я еще мальчик, можно сказать, сестра, мать, сидим, закрытый всем, чем возможно, одеялами, клубами, все это такое. Вдруг входит какой-то человек с бородой, приехал на санках, с лошадью, конечно, запряженные лошади сани. Вот, стучал, эй, парень, замерзаешь, я говорю, да, замерзаешь, да. Вот, ну, обожди, вот я тебе дровишек подкинул, там, мы соседи ваши, теряй дровишки. Я говорю, зачем мне дрова, когда у меня печки-то нету? Ну, подожди, я тебе какую-нибудь буржуечку тоже подкинул. Вот, и какую-то вот буржуечку мне подкинул тоже. Вы знаете, сколько бы я не делал добра сейчас, вот я думаю, что никогда их не отблагодарю по-настоящему. Вот этих людей, которые входили к нам, не зная, кем я стану. Потому что когда я уже начал концерт, и когда уже меня застали узнавать, ну, тогда помощь было легче получать. А когда просто мальчишка, и вот приходит человек, тебя живеет и дает тебе. Вот, в моей благодарности нету границ им. И то, что я стараюсь делать добро, я думаю, что они вот там, веществами, не напрасно мне дровишки тогда. Вот, вы знаете, ну, после этого, конечно, началась моя концертная жизнь, вот о чем говорит мой дорогой друг, сидя здесь, началась. И, видите, началась она, в общем-то, с конца 45-го года. Я еще был студентом, нет, я уже кончил, но может быть, еще студент, вот, 5-го курса. Это был всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей в Москве. Все конкурсы были до 30-летнего возраста для участников. Только этот конкурс был очень по-человечески объявлен до 31-го года участником. Потому что хотели дать возможность Славе Рихтеру участвовать в этом конкурсе. Ему был 31 год. Он был на 14 лет старше меня. Вот, чтобы он участвовал в этом конкурсе. Ну, и, конечно, он участвовал тоже. Ну, этот конкурс создал, конечно, мою роль, вот, первую такую роль, настоящую, входа, выхода на настоящую эстраду, на настоящую сцену. И после этого начались мои концерты. Я начал ездить. Поэтому я не окончил композитический факультет. Я после 3-го курса, так сказать, ушел с этого, потому что у меня уже начались гастроли и по России, и по загранице. Ну, вот. По загранице я выехал первый раз в 47-м году. Это был фестиваль демократической молодежи в Праде. Потом в 49-м году был фестиваль демократической молодежи в Будапеште. Тоже я туда был послан. Там тоже были международные конкурсы. Ну, на обоих мне, значит, повезло. Опять с первой премии. А потом, в 49-м году впервые я попал в капиталистическую страну. Первая капиталистическая страна – это была Финляндия. И там была группа советских артистов. И скрипачом был Давид Филчойстер. И мы играли с ним в одном концерте, участвовали в Хельсинки. Он играл с оркестром концерта Сибелиуса, а я играл с оркестром концерта Синсанса. И на следующее утро нас пригласил к себе композитор Сибелиус. Я так был взволнован, потому что это великий композитор. И когда мы вошли, я, значит, через переводчика, мы вдвоем с Давидом были, я спрашиваю через переводчика Сибелиус, как раз, а какие у вас есть произведения для виланчения? Давид меня толкает. Дурак, ты должен знать до того, как я пришел. Вот так я это все очень хорошо помню. Вот, понимаете? Вот, после Финляндии, там я впервые попал в Италию в 51-м году. Это была группа советских артистов. Там тоже была Галина Сергеевна Уланова, там Давид Филчойстер был. Вот. Вот, замечательная была бригада. Впервые я побывал в Иеме, во Флоренции, в Венеции и так далее. Вот так началась моя жизнь. Но с супругой вы тоже же за границей познакомились, насколько я... Да, в Праге мы с ней познакомились в 55-м году. Я ее увидел первый раз 11-го мая, а поженить мы с ней там же, 15-го мая. Вот. Вы знаете, есть такой очень популярный американский журнал «Риджер Дайджерс». «Риджер Дайджерс». Я получил от них чек, который у меня хранится, на 20 долларов. Чек за лучший ответ на вопрос. А вопрос был такой. Они меня спросили, «Правда ли?» Говорят, что якобы вы после того, как первый раз увидите вашу жену, через 4 дня на ней синились. Я говорю, «Правда». И вот тут провокационный вопрос. «А что вы об этом думаете сейчас?» Я не задумываюсь, я думаю, что я потерял 4 дня. И за это получил 2 стола. А вот теперь я, если позволите, сравню две версии. Ваша супруга, конечно, не могла не вспомнить историю про то, что она уже, будучи, в общем, знаменитой певицей, что там говорить, да, выйдя за ваш замуж, оказалась в коммунальной квартире, в месте с которой было еще 17 комнат, если я помню, по-моему, она перечисляла их, да, «Одна кухня» и так далее, и так далее. И, конечно, вот этот вот ее шок, какой-то человеческий, безусловно, понятный, она испытала. Тут деваться некуда. Как вам помнится этот момент? У меня память очень хорошая. Я должен сказать, что она, когда пришла ко мне, это было чуть-чуть лучше, чем то, где она жила до этого. Жаловаться было не на что, понятно, да. А вот вторая история, которая тоже является легендой, а, может быть, является чистой правдой, что во время регистрации вашего брака... Это точно, я уже знаю, о чем вы говорите. Да, мы-то с вами знаем, я сейчас после позволите расскажу эту историю аудитории. Вы сами ее можете рассказать, конечно. Я вам расскажу, да. Вы знаете, мы там, значит, в июне, мы все-таки решили после вот такого, понимаете, опьяняющей любви. И говорили, Иисус, нам надо все-таки расписаться как-то. Пойти в ЗАГС. Я говорю, ну давай сделаем, конечно, в другую минуту. Она говорит, ты знаешь что? Ну куда пойдем? А в консерватории ЗАГС находился в так называемом Краснопресненском районе. Там знали мою фамилию хорошо, потому что все учреждения, там, значит, райком комсомола, райком партии с концерваторией общался. Потому что там мою фамилию хорошо знали. А Большой театр, я еще там ничего не делал никогда в это время. И, значит, они знали очень хорошо Вишневскую. Галина сказала, пойдем в ЗАГС Свердловского района. Хорошо. И вот мы, значит, вошли во дворе. Было такое маленькое помещение. Причем сразу, когда мы подошли, мы увидели, что оттуда выходят люди в слезах. Потому что в одном и том же учреждении регистрируют смерти и братья. И, значит, мы вошли, так немножко стесняясь, там сидела очень пышная дама, вот с такой лентой здесь, вот так вот. Да, очень торжественно. И когда мы вошли, ее лицо просияло так, глядя на Вишневскую, что просто она даже лишилась на минуту речи, речи, вот от дама, там говорит, Галина Павловна, чему мы обязаны в вашем приходу? На меня вообще ноль внимания. Вот. Галя говорит, вы знаете, я пришла, выхожу замуж. По-моему, она вздогнула, вздвинув меня, это самое, тетя. Так, ведь очень, так была потрясена. Вот. Ну и потом, значит, Галя говорит, вот, она говорит, давайте паспорт, мой паспорт свела, Галя дала свой паспорт, и вдруг она испытала ко мне какую-то, с какую-то симпатию. Посмотрела меня ласковыми глазами, эта дама сказала, слушайте, ну столько у вас фамилии, произнести нельзя. Я говорю, у вас последняя минута, возьмите фамилию Вишневский. Да. У меня уже был в этом Сталинской премии во всю. Вот. Иногда. Я так, сейчас даже не знаю, как ответить, да. Галя, конечно, получила огромное удовольствие. Она подолопалась. Ну, знаете, пусть останется при своей. Знаете, она в своей профессии там что-то значит вообще. Вот. Так что был такой случай. Да. Ну, а сегодня фонд, который носит обе эти фамилии, и который для меня была большим неожиданностью, когда я узнал, что он организован был в 91-м году. То есть в тот период, когда мысль какая-то организовать какие-то благотворительные фонды в нашей стране могла прийти, наверное, только вам. Правильно. Потому что тот период непонятный вообще, непонятно того, что будет завтра и при той голодухе и всего... Ну, что я вспоминаю, это все помнят прекрасно, поскольку люди здесь взрослые находятся в основном. И этот фонд за эти годы уже сделал действительно столько невероятных вещей, потрясающих, за что вам низкие поклоны, особенно от тех тысяч и тысяч детей, которым была сделана вакцинация против гепатита. В общем, тот один из самых таких был потрясающих акций. И я не знаю, знаете ли вы об этом, а я вот специально навел справки, что в тех районах, где была пройдена ваша... Благодаря вашему фонду вакцинации, уровень заболеваемости гепатита снизился на 60%. Да. А это миллионы. Миллионы и миллионы. Да. И многие думают, что это ваши миллионы. Нет, вы знаете, я бы не собрал столько. Нет. Я бы не собрал столько, у меня нет. Ну, у меня в чем дело. Здесь люди, которые хотят помогать, если я попросил. Вот. Я, когда, значит, вот, кончал 17-летний свой контракт с Национальным оркестром в Вашингтоне, значит, за это время там было четыре президента. Я начал свою работу главным дирижером, когда был еще Картер, потом был Рональд Рэгган. Удивительный человек. Фантастический человек. И, кроме того, что он, видите, президент был. Потом, после него был отец Бус, и последний это был Клинтон. Вот они все четыре президента были. Ну, вот, принимая во внимание, что я был в Вашингтоне, главном в Мурске, я их просил при случае помочь мне. Вот. Они ко мне относились все у меня. Даже вот здесь есть, когда я окончал свой контракт, там, будет 17 лет, значит, мне на сцену Кеннеди-центра были вынесены в рамки четыре письма четырех президентов Соединенных Штатов, в которых они, значит, писали так много удивительного и замечательного. А внизу с золотыми буквами было написано за 17 лет, значит, вот по смыслу деятельности Ростоповича в качестве главного дирижера было два демократа и два республиканца. президента. Только в одном вопросе Остроповича они между собой согласны. И поэтому, вы знаете, я просил, скажем, я просил президента Клинтона помочь мне, потому что вот я написал ему, что жизнь детей здесь в России это самое важное, что есть, а экологическая ситуация здесь совсем никакая, какую-то следовало иметь для того, чтобы дети были здоровы. Я, значит, прошу тебя, мой дорогой друг, помоги, если сможешь. Я получил письмо от него, от Клинтона. Значит, дорогой Слава, посылаю тебе 14 тысяч тонн оливкового масла. Вот так. Я сразу себе представил, когда получил письмо, на базаре, Палашовский район, такой здесь в Москве, я открываю киоск, и там у меня, да, с бутылочками, и там у меня 14 тысяч тонн оливкового масла. Вот. Но почему это я вам объясню? Потому что в Америке есть такое правило. У них есть Министерство сельского хозяйства, которое называется Министерство агрикультуры. И вот если перевыполняется план урожая по какой-либо так сказать линии, там, либо в области, скажем, картошки, в области, там, овощей, в области производства масла, то есть они выпускают больше, чем нуждается в этом рынке Соединенных Штатов. То они не имеют права этот товар излишний давать на рынок, потому что иначе будет падать. цена. Поэтому они это отдают от Министерства сельского хозяйства, отдают это в распоряжение либо президента, либо сената, и они это могут употребить только на благотворительные цели. Вот так, значит, я получил 14 тысяч тонн. Потом я получил разъяснение от него же, от Хлингтона, дорогой Слава, нам удалось продать 14 тысяч тонн, и мы вставим твоему фонду тебе, отдаем 5 миллионов 300 тысяч долларов. Вот, а потом Буш победил, а я хорошо знал его отца, он был президентом, вот, и хорошо знал его маму, она ходила на мои концерты, была очень милая, замечательная, и есть, и существует. И, конечно, имея письмо от Хлингтона, я сразу написал поздравление молодому Бушу, написал ему, вот, как я поздравляю вас от всего сердца, которые чаще случился в отец и сын, оба были президентами такой, медикой страны, как Америка, вот, и, значит, написал так очень красиво, что предыдущий президент до моего фонда, и цифру написал, дал 5 миллионов 300 тысяч, я очень думаю, что вы, зная мое отношение с вашей семьей, мою любовь к Америке, тоже не обидьте меня, тут же я получил от него письмо, дорогой Слава, высылаю 6 миллионов долларов тебе. Ну, и, конечно, я немножко побираюсь, побираюсь слегка, вот там, скажем, в Англии, где очень любят музыку, там есть такая фирма, BP называется, это British Petroleum, вот, президент такой Лород Браун, очень милый человек, я тоже пришел к нему, поплакался, но он не подкинул пока один миллион, но я думаю, я его расколю, расколю на больше, вот, понимаете, вот так вот и собираю. А вам не кажется, что, зная вашу любовь к родине, советское правительство специально вас выслало, чтобы вы вот всем этим занимались, во благо России. Да, вы знаете, довольно сложно предположить, такое дальновидение отправиться. А как вам удается оказываться в самых, не в горячих местах, а в горячих местах истории, да, при разрешении Берлинской стены концерт Росраповича, 91-й год, Белый дом, вы с автоматом в руках, в домашних тапочках, что доказывает, что вы действительно вышли из дома и рванули в аэропорт. Вы знаете, это все очень просто. Вот оба случая вам сейчас же объясню. Вы знаете, Берлинская стена была как шрам на моем сердце, потому что у меня было две жизни, одна до 47 лет и вторая после 47 лет моего возраста. До 47 лет я как-то концертирую больше и жил по одну сторону Берлинской стены. А после того, как меня в 74-м году играли и семью нашу выгнали из нашей страны, после этого я только играл до Берлинской стены, до Восточного Берлина, в Западную выступал, в Восточном уже не пускали. Поэтому, когда мне позвонила одна знакомая, я был в это время в Фариже, и сказала, включай не иметь на телевизор. Я включил телевизор и ничего не мог понять. Нам говорят, платформа, на платформе люди, кто-то наливает из бутылки в стакан и пьет, что-то такое, за руки тянут на эту платформу других людей. Я сначала ничего не понял. Но когда я начал понимать, что, видимо, это Берлинская стена и что уже с двух сторон влезают люди и чокаются, у меня, конечно, поверили слезы. Я позвонил своему другу, такой был Антуан Рибон, к сожалению, помер в Париже. У него был свой самолет. Я позвонил и сказал, Антуан, дай мне утром самолет обязательно, я должен улетать. Куда ты летишь? Я говорю, я лечу в Берлин, в Берлинской стене. Он говорит, дам самолет, только в том случае, если возьмешь меня. Возьму, да. Возьму. И вот мы с ним вдвоем с филанчели, полетели туда, перелетели на аэродром, в Берлин. Он говорит, что будем делать дальше? Я говорю, дальше возьмем такси и поедем. Взяли такси, сели в такси. Он спрашивает, куда? Я говорю, в Берлинской стене. У него большие глаза, она очень длинная. Куда там? Я говорю, все равно куда? Веду к стене, подъезжаем, все. Мы подъехали к Берлинской стене и вот мы с ним шагаем параллельно этой стене. Я с филанчели, он со мной рядышком. И вы знаете, я говорю, вот, пожалуй, здесь сыграю. Причем я не хотел играть для людей, я хотел просто играть в благодальность Господу Богу. Понимаете, вот, благодарить за то, что это происходит. Остановились, я впервые понял свою недальновидность. Потому что я на концерте никогда не ходил со своим стулом. А здесь я только блюсь в стены, открою виланчель, а играть не могу. Стула-то нету. Сидеть надо на чем-то. Играю сидя. Я говорю, знаешь что, вот я немножко так оплашал. Давай сейчас закроем виланчель. Вот здесь дом большой. Пойдем, я там попрошу взаимый стул на полчасика. Вот. Я его оставил вошли, там консьерж был. Значит, я его оставил с филанчелью, а сам подошел к консьержу. И, понимаете, с лицом, ну, с лицом умоляющим, я посмотрел это в консьерж, слушайте, и пример, скажем, я ему говорю, я клянусь вам, я клянусь вам, что я через полчаса верну вам стул. Ну, отдайте мне стул на полчаса. Вы знаете, у немцев, может быть, они очень любят музыку. Он так раскрыл глаза, посмотрел, говорит, Ростропович? Я так обрадовался. Да, 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 да. Он говорит, сейчас будет стул. Ну, вот, значит, принес стул, и с этим стулом пришли еще человек 10. Ну, вот уже 10 человек, стул, и, значит, я с Антуаном, с виланчелью идем. Ну, там увидел еще, какой-то был, по-моему, французское телевидение, они видели, что кто-то несет виланчель, они кинулись тоже туда. Народу не было много, нет. Вокруг меня было человек 30, может быть, может, 35 человек, потому что я не хотел играть концерта, какого-то. Я просто играл веселые части из баховской суеты, мажорные части. А рядом со мной стоял, прямо около меня, стоял, значит, немец молодой, в очках, такие продолговатые очки у него были. Вот. Он, значит, очень так слушал внимательно все это. А потом мне пришла такая мысль, я сказал, знаете что, ведь вот мы сейчас сидим здесь, слушаем Баха, и видим друг друга, и обнимаемся. Я говорю, сколько людей свою жизнь потеряли только за желание преодолеть эту стену. Я говорю, знаете, вот думы, сегодня мы не можем их забывать. Думы о них, я сейчас сыграю реминорную сарабанду Баха в память о тех, кто свою жизнь отдал за то, чтобы перейти эту стену. И вот я играю эту реминорную сарабанду, он стоит с закрытыми глазами, только я вижу, у него сейчас слеза, тоже забыто, это очень тунно. Очень тунно, это за беременской стеной, так было. А значит, с... Нет, я, позволите, я уточню, 30 человек приблизительно, да? Нам просто человек 10 рассказывало, что они присутствовали на этом концерте, я поэтому для себя уточнил, просто я буду на будущее знать. Да. Да. расскажу просто, как получилось, так что я приехал к Белому дому здесь, потому что, вы знаете, Галина Павловна в это время была в Лондоне, она была членом жюри большого конкурса вокалистов там. Вот. И, значит, я уже с утра понял, что что-то происходит, потому что, вы знаете, показывали балет «Лебединое озеро», я сидел в Париже, смотрел, потом еще раз показали «Лебединое озеро» в том же составе, но я понял, что что-то происходит неладное. И вечер, когда была пресс-конференция, вот, это, значит, у нас, но, в старой власти, когда была эта пресс-конференция, я ее прослушал все очень внимательно, и когда кончилась она, я понял, что это, в общем, конец надежды. Когда было сказано, что будет выпускаться только одна газета, одна телевизионная программа будет, для меня стало все ясно. И, вы знаете, вот возник у меня образ этих наших величайших людей 20-го века в музыке. Это Прокофьев и Шостакович. После 1948 года, когда 10 февраля было постановление ЦК партии о формализме в музыке, и когда уничтожали Шостаковича и Прокофьева, писали, что это люди, не обладающие никаким талантом. Их произведения были сняты с исполнения, все, из Большого театра. Было снято, был снят балет Ромеро Джульетто, был снят балет Золушка. А я имел счастье четыре года, вот это после 1948 года, жить у Сергея Сергеевича на даче каждое лето. Он меня пригласил к себе, я жил у него. Вот, и я могу это сказать, чтобы никогда не повторилось то время, которое было у нас. Я могу это вам рассказать, что одно утро он мне сказал, Слава, у меня больше нет денег, вот такое слово сказал, на кухарку и на завтрак. У Прокофьева не было денег на еду. Я знаю, что Илья Сергеевич занимал деньги у своих друзей, которые он потом очень тщательно отдавал. Понимаете, когда вот я услышал это, вот это в пресс-инференции, я понял, что если опять у нас будут раздаться деньги в подобном виде, как в поэзии Ахматова и так далее, будет такое же несчастье, которое будет над сопровождать и дальше. И я тогда понял, что я должен поехать туда. Была довольно неизвестная фотография, где я сижу с Калашниковым, она была опубликована во многих газетах, но это не потому, что я хотел стрелять, а просто, когда я приехал, господин Рудской вошел в комнату, где я находился, с каким-то молодым человеком, а у этого молодого человека был Калашников. вот Рудской ему приказал. Имею в виду, когда ворвутся ОМОНовцы, вот ты встань впереди его, это впереди меня, и кричи им, не стрелять, не стрелять, ты должен сберечь этого человека, обо мне сговоры. и когда Рудской ушел, а тут же остался меня беречь, он так вяло сказал мне, а чем, говорит, не стрелять, я и стрелять не умею, он мне сказал. И когда мы вместе сидели в подвале вот там ночью, он, конечно, уснул у меня на плече, сразу, а я не спал, а он не просто уснул, а он уронил Калашникова на кафельный пол. Был такой, такой страшный звук, что все повскачивали и началось. Но слава вот не началось. И потом все, успокоилось, я вижу, валяется как-то на полу. Я его и поднял, вот в этой меня сфотографировали, когда я поднял просто с пола вот этот самый Калашников. Такая вот была история. Так что я там говорю откровенно, как это все происходило. А вы принципиально, когда вам предложили вернуть гражданство российское, вы принципиально отказались и остались человеком без гражданства. Я вообще даже не знаю, есть ли еще на свете люди, у которых нет никакого гражданства, которые являются гражданинами. Не знаю, не знаю. Я могу сказать, вот очень откровенно вам расскажу, все как было. Вы знаете, когда нас стали обливать грязью, сгали во всех советских газетах, причем так, знаете, что сказали еще не гражданство, что мы, значит, вредители и все это такое. И вот в то время четыре странные предложили мне взятие гражданства. Это Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция и Англия. Вы знаете, и я подумал тогда, что если я возьму гражданство сейчас, то тогда меня уже совсем обольют грязью здесь. Скажут, он тут специально уехал, что взять там гражданство. Поэтому я написал письмо Брежневу после того, как получил сообщение о лишении гражданства. Я ему написал письмо, что я готов вернуться в любую точку Советского Союза в любое назначенное вами время с одним условием, чтобы был суд, который бы не предъявил претензии в связи с лишением гражданства. Почему я лишил гражданство. Ну вот. Причем я ему так написал, что я только прошу одно условие, чтобы суд был открытым. Конечно, мне Брежнев никто не ответил, потому что ответить было трудно. И могу вам сказать, что я испытал такое прекрасное отношение на Западе, что я понимаю, что мир обязательно кончится тем, что мы будем едины. Единый мир, единая и земля будет у нас. И мы все будем просто землянами. Ну, знаете, потому что, вот скажем, был такой лорд Караган, он был министром иностранных дел Великобритании. Вот от него я получил тоже письмо с предложением взять гражданство английское. Значит, начиналась эта корона, была очень красивая бумага такая, я это очень беру. И там, значит, было написано имени Ее Федичество Королева Езетов, Трой, я имею честь предложить вам взять гражданство и стать гражданином Великобритании. Следующая фраза за этой. Как ваш старый и очень сильный поклонник, я вам не советую этого делать, потому что наша система налогов очень невыгодна для музыкантов. Искренне вас, мне снастану, делу от Караган. в этом столько человечности, в этом столько настоящего отношения. Вот я это очень беру. В связи с этим, конечно, я не могу задать вопрос. Не являясь гражданином никакой страны, в какую же вы платите налоги? Я боюсь глазить, поэтому не хочу ответить. Хорошо. Нет, я вам скажу, что я боюсь глазить. Потому что одна страна, которая согласилась с тем, что я буду платить налоги в Россию, это были Соединенные Штаты. Все-таки я их убедил в том, что я буду платить налоги в США. В остальных я плачу в тех странах, где я выступаю. Я вас благодарю за то, что вы нашли время. Еще раз большое спасибо вашей супруге за то, что она вас уговорила. Передайте ей от нас нижайший поклон. Удачи вашему фонду, удачи вам. И если уж королевы не могли вас задерживать, то уж мы и подавно. Спасибо вам большое, дорогие. Мне действительно Галя говорила о вас с большой любовью, с большой любовью и просила вам передать от нее горячий привет. Спасибо. 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 .